Продолжение следует... И сегодня у нас уникальная возможность познакомиться сразу же с первыми результатами этой экспедиции. Ну и поговорить о том, что было нового, интересного, необычного, неожиданного, экстраординарного. Я с удовольствием предоставляю слово руководителю экспедиции, проректору по международному сотрудничеству Константину Сергеевичу Зайкову. И прошу его представить участников конференции. И каждому из них предоставим слово, пожалуйста. Спасибо большое, Елена Владимировна. Уважаемые коллеги, гости, сегодня с нами представители различных направлений исследований нашей экспедиции. С нами сегодня на встрече Магинис Даниэл Франк, профессор Женевского университета, который был руководителем большой группы студентов из Швейцарии, наших партнеров, с которыми в рамках проекта Женева Глобаль мы третий год совместно работаем в проекте Арктический плавучий университет. Также директор Арктического центра стратегических исследований Сабуров Александр Алексеевич, который был руководителем нашего экспедиционного отряда от университета. Это Бестовешнев Андрей Михайлович и Весман Анна Викторовна, научные сотрудники из Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Это ведущий наш центр по изучению Арктики, находящийся в Санкт-Петербурге. Наш стратегический партнер, который с самого начала нашего проекта, с 2011 года, активно участвует. Мы совместно проводим исследования. Также у нас сегодня с вами Намсараев Заргито Баирович, представитель Курчатовского института, нашего партнера, с которым мы вместе работаем в рамках большого проекта научно-образовательного центра. В том числе в этой экспедиции проводили очень уникальные исследования. Будет интересно послушать работы, которые проводились нашими коллегами. Если говорить о экспедиции этого года, то мы уже об этом с вами обсуждали, что главный фокус наш был проведение морских исследований, в том числе наземных исследований в акватории архипелага Шпицберген, в том числе в западном секторе Баренцева моря. Мы в этом году возобновили работы на Кольском и Родиане, в том числе провели повторные исследования в населенных пунктах архипелага Шпицберген и провели новый комплекс работ на архипелаге, а также посетили научно-образовательный центр, расположенный на архипелаге, российский научный центр на Шпицбергене, расположенный в российско-административном крупнейшем населенном пункте архипелаги, это поселок Горинсбург, и в том числе университетский центр ЮНИС, который входит в состав архипелага, расположенный в лагере административной столицы Шпицбергена, и посетили также научный поселок Нью-Олесу, расположенный на севере архипелага Шпицберген, где мы познакомились с организацией работы и инфраструктуры, которые организуют компанию Кингсбейаса 1963 года, являющуюся оператором научного поселка Норвегии на Крайне Севере. Для нас было очень важно изучить опыт наших зарубежных партнеров в этом направлении. В нашей экспедиции в этом году, помимо традиционных исследований, которые мы ведем с 2012 года по кинографии, по метеорологии, были проведены очень интересные работы в области изучения микропластика. Это те исследования, которые мы с партнерами из Швейцарии, из Арктического и Арктического института уже второй год проводим в рамках нашей экспедиции. В том числе были проведены исследования по изучению управления морскими льдами. В рамках проекта Евросоюза, программы «Кулартик», которые мы совместно с норвежскими партнерами реализуем, начиная с этого года. И нашими учеными из Северного федерального университета как раз проводились натурные измерения, которые будут последствиями использованы для разработки методов прогнозирования ледовой обстановки. В целом, если говорить об экспедиции, экспедиция действительно проходила в достаточно очень непростых условиях. У нас была очень сложная штормовая обстановка, экспедиция побывала и восьми буквально в шторме. И в том числе, несмотря на то, что это уже был конец июня, начало июля, экспедиция побывала и в ледовом плене, и с достаточно высокой сплоченностью льда. Но, тем не менее, достаточно очень эффективно экспедиционный отряд поработал. Работал и на море, где мы выполнили графические станции на Кольском разрезе. Помимо этого, провели отбор проб в отдельных других точках Барлицевого моря и провели достаточно очень плотную программу на археологии Шпицберген. Ну, наверное, это в общем и целом, да, о том, что было в нашей экспедиции. Здесь еще очень важно отметить то, что с точки зрения наших партнеров, у нас в этом году достаточно очень широкое международное представительство. Для нас очень важно, что мы с точки зрения научных исследований в Арктике и совместной подготовки кадров начинаем активно сотрудничать с нашими партнерами из Юго-Восточной Азии, это Китай. Из Китайской народной республики у нас в этом году представили четырех научно-образовательных и исследовательских организаций. Это Южная Корея. И мы думаем, что мы в дальнейшем будем продолжать с нашими партнерами развивать наше совместное сотрудничество. И сейчас я, наверное, представлю возможность выступить нашим коллегам, которые расскажут как раз о том, что они делали, какие у них впечатления об экспедиции. И хочу предоставить такую возможность Дэниелу. Для него, пожалуйста, что вы можете сказать в целом в экспедиции, в той работе, которую мы провели. Дэниелу. Дэниелу. The idea of the program is we introduce Swiss master's students to science, oceanography, as well as cultural and current issues with the Arctic. Together with project organizer, Dr. Ksenia Tartekchenko, and myself, the program is based on selecting 10 top students from Swiss universities to join as part of their master's to learn really key aspects of addressing research topics in the Arctic. Спасибо вам большое за такой хороший прием. Меня зовут Дэниел Кокинес. Я являюсь профессором Женевского университета. Мы действительно участвуем в этом проекте уже в течение трех лет. И цель его состоит в том, чтобы приобщить студентов магистратуры Женевского университета к настоящим исследованиям в Арктике на борту исследовательского судна профессора Молчанов, где они изучают океанографию и другие актуальные арктические исследования. Вместе с организатором проекта, доктором Василий Татарченко, и под моим научным вопросом, в том числе, 10 лучших студентов из швейцарских университетов включились в этот проект, чтобы узнать о тех основных тематиках научных исследований, которые актуальны для Арктики. These students that come here, they come from various Swiss universities and institutes, this year ranging from University of Geneva, Swiss Federal Institute of Technology in Lausanne, as well as Swiss Federal Institute of Technology in Zurich. They work in teams of two. The students studied issues addressing climate-related issues, specifically dealing with the Arctic. These, for example, include analyzing zooplankton populations, microplastic pollution, physical oceanography, greenhouse gas production and emission, and, as well as, very importantly, scientific communication. These students are working on various universities in Switzerland, in particular, the Genesk University, the Federal Institute of Technology in Lausanne, and the Polytechnic Institute in Lausanne. Они работали в парах и изучали актуальные темы, связанные с тематическими изменениями в Арктике, в том числе это анализ популяций zooplankton, засорение микропластика, физическая океанография, парниковые газы, и также они занимаются изучением научной коммуникации. There are many goals of the Geneva Global Project here. Primarily, the students are here to learn about climate effects on the Arctic. They developed scientific and fieldwork skills in real-world situations. And they experienced life and work at sea, as well as a means to cooperate both with our Russian colleagues, as well as with our colleagues' international colleagues. Thank you. The Geneva Global Project is an important program to expose students to fieldwork in the Arctic and to really develop their interest in considering science in their future career. The platform such as Floating Arctic University with this very warm and professional captain and crew provides such an ideal workplace for such a program to be undertaken. Thank you. Cель проекта Geneva Global состоит в том, чтобы дать студентам возможность произвести настоящие полевые исследования в Арктике и развить их интерес к науке. То, что эти исследования проходили на базе Арктического получивого университета, стало для них очень хорошей возможностью. И хотелось бы поблагодарить за тёплый приём, в том числе и капитана, и команду судна, которые создали такие хорошие возможности для научных исследований. Спасибо большое, Дэниэл. И, коллеги, сейчас мы хотим предоставить слово нашему давнему стратегическому партнёру, коллегам из Арктического и Арктического научно-исследовательского института, которые уже 8 лет с нами в этом проекте. Пожалуйста, Андрей и Анна, вкратце расскажите о вашей работе. Анна – молодой, очень перспективный учёный Арктического института, который как раз делает очень важное уникальное исследование по микроклассику. Андрей очень достаточно такой уже, скажем так, ветеран-полярник, за спиной которого огромное количество экспедиции. Пожалуйста, коллеги. Наша группа обеспечивала выполнение гидрологических работ по маршруту экспедиции, то есть проведение зондирования в каждой точке намеченной, определение профилей температуры, солёности, отбор пропады для дальнейшего исследования. Также наша группа выполняла попутные метеорологические нагрузки, и гидрооптические наблюдения. Одной из основных наших задач была работа по определению наличия концентрации микропластика в верхнем слое Баренцевого моря. Этими работами занималась моя коллега Анна Веслов. Добрый день. Изначально планировалось провести пробу отбор на разведе козьки медиа, также как и гидрологические работы. К сожалению, по кодам мы с вами, которые объективы с нашей страны, но тем не менее у нас получилось собрать порядка 14-5 красотов, это чуть-чуть меньше, чем надо собрать в прошлом году. Тем не менее, мы получили достаточно моментально у нас уже большой объект информации по прошлому году. Мы обработали результаты, буквально заманчивая обработку прошлого, с результатом 6-й до экспедиции. И в этом году мы пополнили этот материал новым металлами на севере Баренцевого моря и далеко от Рахидова и Швейцберген. Мы надеемся, что обработку проб мы закончили немного раньше в этом году. И так как Российская Арктика еще очень много из с точки зрения изучения микропластики и института, таких проб еще очень мало, и данных за данный регион совсем немного, то результаты получения университета составляют такой уникальный задел для развития данного направления науки по Арктике. И так же это направление является очень важным, потому что Баренцевого моря – это регион активного рыболовства, и, как известно, микрочастицы пластика, они могут наносить вред здоровью и переносить токсичные вещества или какие-то бактерии, это все еще вопросы для изучения. И мы постараемся, чтобы некоторые люди хотят о том, как распределяются участницы на поверхности Мастерской Арктики. Спасибо большое, Анна. Коллеги, мы уже говорили о том, что с нами в нашей экспедиции был наш новый партнер в рамках крупного проекта по деятельности. Возвращение в нашей инфо-центре – это Курчатовский институт. Я с удовольствием отрицаю слово Зарикто Баировичу. Зарикто, пожалуйста, расскажите о вашей работе в экспедиции. Во-первых, я хотел бы поблагодарить представителей и ректора Дичина Северного Арктического Федерального Университета за возможность принять участие в экспедиции Арктического Заволочевого Университета, ну и также, конечно, поблагодарить сотрудников Росвибиромета и команду судна профессора Молчанов за те отличные условия для работы, которые были предоставлены. Курчатовский институт и Северно-Арктический Федеральный Университет полтора года назад заключили соглашение о сотрудничестве между нашими организациями, и я очень рад, что это соглашение уже приобретает настоящие живые черты, реальное рабочее содержание, то есть в том числе путем участия сотрудников Курчатовского института в экспедиции Арктического Заволочевого Университета. Курчатовский институт работает в Арктической зоне Российской Федерации в течение многих лет, решая ряд важнейших и стратегически важных вопросов для нашей страны, связанных как с разработкой новых видов технологий, силовых установок, экологических вопросов и так далее. Поэтому интерес Курчатовского института к продолжению работы в Арктике, он достаточно очевиден. Моя основная задача в разных этой экспедициях был подбор для обслуживания микроорганизмов из морей, из морских кров, донных осадков и наземных экосистем. Мы таким образом будем исследовать каков состав микроорганизмов в районе Барницевого моря, который является фактически важнейшим регионом в российской части Арктики, так как это море находится на стыке между Северным Резолитом океаном и Атлантиком. Естественно, что какие-то глобальные климатические изменения они отражаются здесь в первую очередь. И я очень рад, что Северно-Арктический федеральный университет ведет многолетнюю работу совместно с ААНИ по изучению польского меридиана. То есть это очень важная и интересная работа, которую я надеюсь будет в дальнейшем продолжена. И второй момент это то, что мы будем проводить выделение различных крупных организмов с целью их использования в дальнейшем для биотехнологических и различных целей. Мы точно представляем, какие группы микроорганизмов мы будем выделять и какого рода технологии будем пытаться зарабатывать. Ну и, конечно, я хотел бы еще раз поблагодарить всех участников экспедиции за то, что у нас был действительно очень сплоченный, дружный коллектив и очень хорошо замотивированный на успешную работу. Спасибо большое. Спасибо большое за ректор. Коллеги, я хочу предоставить слово Александру Васильевичу Соборову, чтобы Александр поделился впечатлениями и тоже рассказал о работе, которую вы проделали в экспедиции. Да, я бы тогда хотел в большей степени сконцентрироваться на участии представителей СОФУ в экспедиции. Наш медицин был представлен наибольшим количеством участников среди всех остальных российских и зарубежных организаций. 16 человек нашей команды экспедиционные. Это студенты, аспиранты и преподаватели, которые непосредственно участвовали в ведении образовательной программы, читались лекции по вопросам здоровья человека в Арктике, теплоэнергетики в Арктике. Также велись практические занятия по обору различных проб, в частности планктонных. Очень важно, что была проведена научная работа, в частности сотрудники лабораторий арктического биомониторинга отобрали пробы почвы и воздуха на предмет загрязнения. На архипеологии Шпицберген в дальнейшем эти пробы будут проанализированы в наших лабораториях, в центре коллективного пользования. Уже упоминающийся Константином Сергеевичем проект Ice Operations в сотрудничестве с партнерами из Скандинавии. Он позволит более точно определять ледовую обстановку по спутниковым снимкам путем сопоставления с натурными наблюдениями с борта судна за ледовой обстановкой. Также очень отрадно, что наши студенты приняли активное участие в образовательной программе, участвовали вместе с представителями АНИ Курчатовского института, зарубежными партнерами швейцарскими в обучении, в проведении научных работ по самым разным направлениям, то есть даже не обязательно по своему, лишь узнать что-то новое. В целом, тоже хотел бы сказать, что задачи рейса выполнены, удались. Очень важно, что такая международная команда действительно смогла объединиться и по различным направлениям одновременно могли работать в одной группе, там, три представителя трех или четырех стран, что является фактически уникальным, да, явлением и очень важным с учетом того, что изучение Арктики, да, оно невозможно селами только одной страны, а в тесном сотрудничестве между самыми разными заинтересованными государствами. Спасибо. Коллеги, ну вот вы услышали некоторые первые впечатления об экспедиции, которая сегодня завершилась. Я хочу сказать о том, что третий год подряд вместе с вице-спикером Госдумы Ольгой Епифановой мы объявляем творческий конкурс для участников всех экспедиций этого года, включая 11-ю экспедицию Арктического плавучего университета, этот конкурс будет проводиться по нескольким номинациям. Это лучшая эссе, лучшее стихотворение, лучшая фотография, лучший видеоролик, лучший блог по результатам экспедиции. Поэтому условия этого конкурса всем участникам экспедиции будут разосланы. Понятно, что и участники других экспедиций тоже будут принимать участие в этом конкурсе. Тем более, что, как сегодня сообщил заместитель руководителя Севгидромета, через несколько дней, буквально на следующей неделе, 16 июля, стартует еще одна экспедиция уже в рамках проекта «Трансарктика», и это будет 12-я экспедиция Арктического плавучего университета, на которой пойдут студенты, аспиранты, молодые ученые Северного Арктического федерального университета, Северного ОГМС, Московского государственного университета, Санкт-Петербургского госуниверситета, Российского гидрометеорологического университета, Высшей школы экономики, Центра морских исследований МГУИ, представители ряда других организаций. Этот рейс продлится с 16 июля по 2 августа, и основное внимание в ходе экспедиции будет уделяться подготовке студентов, магистрантов и аспирантов российских вузов по специальностям арктической направленности. Но об этом отдельная история. Сейчас я все-таки предлагаю вернуться к результатам 11-й экспедиции. Пожалуйста, участники этой пресс-конференции готовы ответить на ваши вопросы. Собрано много информации из разных сфер. Она пока что еще не отработана, но уже были какие-то наблюдения, и могли бы Вы сказать, где будет сделано, может быть, самое интересное, это открытие в каком направлении экологии и здравоохранения. Ну, я думаю, что коллеги добавят, но я со своей стороны скажу, что пока преждевременно говорить, так как действительно была проделана очень интенсивная большая работа по отбору проб, и проходил первичный этап камеральной обработки, и очень рано говорить о каких-то результатах. Они нас ждут в течение всего этого и будущего года. И я думаю, что ни один ящик знаний Арктики мы с вами откроем. Может быть, конечно, коллеги что-то еще добавят, но думаю, они со мной согласятся, что это очень большая работа. Данные по микропластику, к примеру, очень большая была проделана работа несколькими вузами, несколькими лабораториями. Только сейчас у нас появились такие первые результаты по работам прошлого года. Они очень впечатляют, и по другим направлениям такая ситуация. Коллеги, может быть, хоть кто-то хочет добавить? Можно такой вопрос. Я знаю, что уже есть традиция Арктического Украинского Университета, и в предыдущих экспедициях Вы проводили праздник посвящения полярники и отмечания квадра. В этом году в этой экспедиции были такие даты? Александр Васильевич, прокомментируйте. Да, я с удовольствием отвечу на вопрос. В этом году мы традиции не изменили, но внесли некоторые новшества. Если обычно эта церемония проводилась по пересечению полярного круга, то в этом году было принято решение перенести ее уже позднее, когда все действительно смогли почувствовать эрктические реалии и семи бальных четвертых, чтобы после этого считаться настоящими покорниками. То есть это уже был такой аттестат зрелости, то есть они начали, прошли практику, отработали, потом получили диплом. Вы знаете, мы стали задумываться об этом после того, как на «Ножка» зверения в университетском центре на «Спарварде» нам показывали, как учат людей безопасность и вкидались их в трубок, в гидропейсию для того, чтобы мы на своей шкуре перенесли, каково, каково, каково водится в половину мира. Но в этом, раз мы все-таки более традиционно поступили, была церемония, специальная церемония, всеучастники выпили морской лаприн и получили благословение от обитателей моря на то, что были считать себя полярниками. – Пожалуйста. – На какой софт включаться мы можем тут в работу, уходя по изучению микропластика? Какие наши лаборатории в этом будут задействованы? Будут какие-то совместные проекты по этому направлению? И вообще, насколько это тема сегодня актуальна и может быть опасна по потенциальному? Что можно сказать? – Ну, я думаю, что содержательно по теме Анна у нас прокомментирует, но я могу сказать о том, что с прошлого года университет активно участвует в проекте, в том числе Центр коллективного пользования, в первую очередь научные сотрудники лаборатории, которые работают с оборудованием, позволяющим как раз помочь определить практики, определить какие-то сгоняющие элементы в нем, они вовлечены активно в этот проект. – На данный момент мы сейчас обсуждаем с работниками образа репиум-мониторинга о каких-то совместных возможных перспективах развития данной тематики, потому что на данный момент эта тематика более инициативная, на данный момент мы планируем совместный проект, попадающий совместным проектом, где можно будет уже расширить изучаемый материал, например, перейти уже на изучение не только проб воды, но и, может быть, проб грунта или тонких отложений, это уже планы на следующий год. И, ну, на вопрос потенциального проекта пока еще проекта нет, мы можем, мы об этом обсуждаем, это может быть, получится такое взаимовыдное сотрудничество между вами и упражнением той компании. В принципе, мы заинтересованы, и я так понимаю, что, собственно, мы заинтересованы в развитии данного направления, расположены, насколько опасны частицы сейчас. Проблема в том, что эта тема модальна развивается буквально в течение 10 последних лет, 10-15, и данных не так много. Все данные, которые получены по влиянию микропластика на организм человека или животного, они получены в лабораторных условиях, в натурных условиях еще пока сказать сложно, потому что это достаточно трудоемкие наблюдения. Но можно сказать точно, что частицы, и многие исследования показывают уже сейчас, что частицы микропластика влияют на золопланктон, так как золопланктон путает пластик с пищей, поглощает. И исследования показывают, что золопланктон теряет массу активно, потому что думают, что это чувствует насыщение воздухом. Помимо этого, важные влияния – это сопутствующие заворенители, потому что пластик привлекает к себе, абсорбирует для себя разные вещества из воды, и при производстве пластика используются различные химикаты, которые впоследствии могут выделяться в окружающую среду, и большинство из них токсичны, могут влиять, соответственно, организм животного, если в него попали эти частицы, и впоследствии в общую источник передаваться в ходе человека. Ну а… А еще какие-то методы очищения океана? Очищение океана – это очень сложная задача, потому что помимо пластика у нас в океане есть много чего еще, и выбрать идеальную пластику – это практически невозможно. Есть инициативные проекты общественных организаций ограниченных, есть инициативы, например, ForOcean или OpenOcean, различные общественные организации международные. У них есть плотные проекты по сбору, но это обычно не микро пластика, это все-таки большой, ну, состоковой бутылки, например, пластиковые пакеты, от этого проще очистить. Замоков, в принципе, начинают, наверное, с того, чтобы предотвращать такое ограничение, предотвращать то попадание пластика в окружающую среду. Это, в принципе, то, что может сделать каждый человек, сократив потребление на разный пластиковый пластиковый продукт. Я хотела со своей стороны дополнить, что сегодня уже неоднократно упоминалось о том, что наш университет вместе с правительством Архангельской области инициировал создание научно-образовательного центра «Российская Арктика» нового материала, технологии и метода исследования. И сегодня мы находимся на этапе, когда наши индустриальные и бизнес-партнеры формулируют перед нами задачи, требующие того или иного решения. И, безусловно, вот то, что касается микропластика, загрязнения мирового океана, в том числе Арктики, Северного Ледовитого океана, технологий и методов очистки и вот то, что сказала Анна, действительно, объединение вот этих проблем, связанных с микропластиком и биоресурсов и как потом это попадает в пищевые цепочки, в том числе человека и, соответственно, влияет в конечном итоге на организм человека. Это очень перспективное направление, я думаю, что оно очень логично вписывается вот в этот НОЦ практически. И если, например, с Курчатовским институтом мы уже партнеры в рамках НОЦ и вот вчера подписали с одним из подразделений Курчатовского центра НИИ «Приметей» трехстороннее соглашение уже по НОЦу, то я думаю, что следующим шагом должно быть подписание такого соглашения с АНИИ, потому что невозможно себе серьезные исследования, в том числе молодежные, да, дальше развивать без патронажей, без сотрудничества с Арктическим и Арктическим институтом. И одна как раз из технологий может быть в том числе связанная и с микропластиком, и вообще с очисткой океана. Анна Ходилович. Да, мы будем надеяться на дальнейшее развитие сотрудничества. Я думаю, что в центре заинтересованы, так что мы будем вызывать этот вопрос. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, еще вопрос, да. Еще один вопрос небольшой. Завида Баирович, я знаю, что в свое время, во время экспедиции в Арктиду, Вы открыли озеро Туча, и оно относится ваше имя. Да, было. А что останется вот у Вас после этой экспедиции, после арктического блога? Большое количество образцов, которые мы будем исследовать на протяжении этого года. И, конечно, персональный опыт работы в рамках арктического плавучего университета и понимание, что мы сможем, я думаю, дальше успешно сотрудничать. Но в этой экспедиции я никаких новых озер не открывал. Поэтому я думаю, что основные, так сказать, достижения будут связаны с получением новых знаний и новых опросов. Может быть, кто-то из находящихся здесь, участников экспедиции, хотел бы прокомментировать или о чем-то рассказать интересным, о своих мироощущениях, о новом опыте, об о символальном шторме, как Вы его пережили. Может быть, кто-то из участников экспедиции здесь хочет рассказать о экспедиции, о впечатлениях, о достижениях. Спасибо. 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 Посмотрим. Мы очень рады получить вашу информацию о ваших работах, о исследованиях, о ваших впечатлениях. Мы это продумаем на Нарфу социальных сетях, где есть специальный локт, который относится к Актифлоте Университет. Вы можете отправить артисты к Миру Константинову, и мы их продумаем. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Продолжение следует...